Ах, щит! Потому что я какое-то время назад, а где-то примерно в октябре, уже понял, что все, ну теперь мне не отвертеться. Теперь вот по-любому, вот уже все, настал момент, нужно заниматься своими зубами. Не потому что там, типа, это как-то эстетически и прочее, а я просто лет, наверное, 8-9 не ходил к зубному, потому что я его ебать как боюсь. Очень сильно. У меня прям включаются панические атаки. Ну не, панические атаки мне не включаются. Но я типа сижу с глазами срущего зайца всегда на кресле у зубного и просто такой... БЛЯЙЙЙ. Вот примерно так я сижу у зубного всегда. И как бы стандартная история, что ты такой потом-потом, 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 вот сейчас еще пару дел сделаю и вот потом-потом дойду. И потом, ну да-да-да, вроде бы все нормально, да потом-потом, а потом ты приходишь спустя там много-много-много лет к зубному и тебе говорят, что типа, ну вам нужен новый род. Ваш уже все. Вы как с таким ходите? Вам такой, нет. Во, вот, пиздец. И мне нужно было делать 13 зубов. Пломбы там, каналы, вот эта вся хуйня. То есть я сходил в октябре или в ноябре, в ноябре я сходил к тому, что типа, ну давайте там разбираться, брекеты, лайнеры, как нужно поправить, может быть, что нужно подделать, что вообще нужно с ртом сделать, чтобы все было в порядке, чтобы оно у меня как бы нормально существовало. А заботился я пойти к зубному из-за того, что оказывается, недавно выяснилось, что зубы это не просто зубы, а челюсти вообще вот это все, это все очень важная вещь, потому что это часть организма, а в организме, как известно, все связано. И мне мой знакомый хирург, это же, типа, кто там вот там по костям, по позвоночникам, по тазобедренным вот этим всем штукам, ну вот по костям, короче, вот специалист мне сказал такой, ну вот смотри, тебе надо по-любому поставить брекеты, из-за того, что челюсть стоит немножко внутрь, она у тебя немножко перетягивает вот тут мышцу, там она у тебя перетягивает еще какую-то мышцу, поэтому у тебя немножко изгибается спина, поэтому у тебя немножечко смещен таз влево, и поэтому ты стильнее стаптываешь себе левую ногу. Если ты будешь так всю жизнь ходить, то потом ты будешь ходить с палочкой, поэтому иди-ка ты поставь брекеты, я такой, чего нахуй? От тебя-то я вот такой подставы не ожидал вообще, это что за дела вообще, что зубами надо занимать, эээ? И спустя какое-то количество времени, несколько месяцев принятия боли и страдания, я дохожу все-таки до стоматологической клиники, показываю им вот сие великолепие, и они такие, ооо, бля, давай-ка ты пока с брекетами подтормозни, надо разобраться. Типа у тебя тут, блядь, все нахуй надо переделывать, все нужно там там типа пломбировать, пилить, вот это все. А для меня это нахуй кошмар, то есть я вот могу вытерпеть, наверное, все что угодно, кроме зубных. Просто потому, что мне в детстве поставили травму психологическую, но я думаю, кому из нас их ее не поставили, вот этими вот бесплатными поликлиниками в регионах, блядь. Ты стоишь в очереди в 6 утра, точнее твои родители стоят в очереди в 6 утра и страдают ради того, чтобы потом страдал ты. Такая система развлечений была в регионах в районе там 90-х, 2000-х годов. И после того, как надо мной там один раз очень прикольный эксперимент поставили, я все, типа у меня прям реально, у меня падает, забрало, мне очень страшно. Но я понимаю, что вроде бы, ну, мужчина взрослый уже, все-таки, уже как бы, ну, надо бы, блядь, не бояться, постараться, по крайней мере. Я такой, типа, а какие варианты, что вообще у вас есть? И они такие, ну, как бы, вот, можно вот так, можно вот всякое, я такой, а под наркозом можно? Под полным нахуй, вот просто вот вырубить меня, можно молотком? Я, нормально, мне вот молотком в голову дайте, пожалуйста, я полежу, и все, в целом, типа, там вы сами все сделаете. Они такие, да, отлично, есть, типа, там полный наркоз, и мы вам в целом все за один раз успеем сделать. И это было, собственно, еще до того, как я вот удалял восьмерки, кто смотрит наши новостные выпуски, тот помнит, что я в момент, когда мы делали документалку по маслкарам и по ДТП, я удалял себе зубы, и я в какой-то момент был с всеми четырьмя удаленными восьмерками, удалил четыре зуба в разрезе одной недели. Вот я сначала два удалил, потом через три дня еще два удалил. Я такой сразу, режим хардкор, нахуй, если уж страдать, так страдать по полной. За всю хурму, за всю жизнь вообще. Ну и вот, собственно, я на это дело подписываюсь, и вчера, ну, в моем мире у вас там чуть попозже, но вот вчера я оттуда вылез, немножко на карачках, но вылез. Мне вчера под общим наркозом сделали 11 зубов. Ну, в смысле, с ними, там, 11 пломб, 9 пломб, 2 канала, типа, воу. И у меня, как бы, клиника, я охуел с того, что, типа, я пришел в клинику, типа, вот делать зубы. И я до того, как, до, до вот еще наркоза, до того, что я сделал один зубов, я сделал еще два так, чисто в перерыве, ну, по-человечески просто, с уколчиками, со всей фигней. И просто понял, что, ну, его нахуй, типа, лучше сразу наркозом все сделать, потому что в рот я ебал это терпеть. Даже ты лежишь, ничего не чувствуешь, но просто звуки, вот эта вот бормашинка, вот это все, я просто, боже, нахуй, никак вообще. Ну, вот, в моей клинике сейчас там, типа, все пломбы делают под микроскопом. То есть, у тебя врач сидит, тебе не в рот смотрит, а он, у него такая здоровая хуйня, тебе подводят микроскоп прямо в рот, он сидит в очках, смотрит в микроскоп вот так вот, и такой, и вот так вот, типа, что-то делает. А ассистент рядом смотрит, у него такой экран монитор, ну, такой монитор на всю стену выведен, он тоже видит там, что к чему, и там, что-то помогает. Они в рот тебе не смотрят вообще. Так вот, как происходило с анестезией, рассказываю. Я думал, я где-то видел, то ли в интернете, то ли где-то, что, короче, есть такая штука, которая называется санация. Насколько я, опять же, понял, я не специалист, поправьте меня в комментариях, кто специалист, а там, конечно же, каждый первый специалист. Это тип наркоза легкий, не когда ты полностью отрубаешься, а когда ты вроде бы отрубаешься, ты вроде бы не в сознании, но при этом ты слышишь команды и можешь как-то реагировать. Как мне объяснили это в клинике? Я не ебу, как это, типа, вот мне в клинике таскали, и где-то я еще в интернете это видел, что, типа, человек лежит в отрубе, но если что, ему там можно что-то сказать, и он там что-то как-то там, типа, отреагирует. И это выглядит, как будто тебе вот такая маска на нос надевается, типа, не как ИВЛ, который вот на весь еблет, а чисто на нос такая штука надевается, и ты лежишь себе спокойно флексишь. Так вот, и я как бы, ну, думаю, что все примерно так и будет. Сижу, жду роковой даты. За день до этого мне звонит анестезиолог и такая, здравствуйте, значит, смотрите, вы записаны на 15, значит, вы последний раз едите в 8, потом пьете только водичку до 12, и за 3 часа до операции вообще ничего не пьете, не едите, не курите, вообще нихуя не делаете. Вот просто, вот ничего в рот совать не нужно. Никак, вообще не надо. И еще наденьте штаны побольше, и одежду покомфортней. Я такой, а зачем? Ну, одежда покомфортней, вам там долго валяться, просто чтобы было удобней. Я такой, так, хорошо, а штаны зачем побольше? Они такие, ну, мы подгузник наденем. Я такой, а зачем? Она такая, на всякий случай. Я такой, ладно, хорошо, спорить с вами я не буду. Надеваю самые большие штаны, которые у себя нашел, они довольно тоже узкие оказались, но подгузник влез, не переживайте. Сижу в приемной, сижу, жду. Такой, ну, участи своей. Я всегда приезжаю заранее, практически никогда никуда не опаздываю, если там где-то какая-то назначенная жесткая встреча, там, типа, или ты куда-то записался, я всегда вот тот чувак, который приедет за полчаса, за 40 минут и будет просто сидеть и ждать. Сижу в приемной, жду. Накручиваю себя, естественно. Что же еще делать, блядь, в стоматологической клинике? Ко мне выходит анестезиолог, такая, здравствуйте, пожалуйста, вот вам мешочек. А там такой, типа, ну, просто вот, знаешь, это как в автосервисах бывает такая хуйня, типа, для механиков, когда вот это огромное полотенце, вот ее нужно отмотать, оторвать, типа, намотать на руки, там, что-то. Еще вот в такой хуйне, короче, что-то замотано. Она такая, держите вам, пожалуйста, вот, проходите в туалет, там, готовьтесь, потом я за вами приду. Я иду в туалет, достаю, вижу там подгузник взрослый, я такой, ну, вот я и дорос до тебя. Надеваю такой, ну, в целом даже смотрится неплохо, в целом даже не так неудобно, как я думал. Я не знаю, какая у меня была модель подгузника, может, они, конечно, разные, пиздец там, типа, но у тебя, вот, типа, резинка, а вот, вот эта вся часть, типа, у писюна и у жопы, она, вот, ну, естественно, такая круглая, и вот, как бы, сбоку ничего нет. Ну, то есть, чисто в теории, говно может в сторону вываливаться, ну, чисто по идее. То есть, оно как-то, оно не как боксеры, типа, знаешь, а какая-то смесь, типа, стрингов с очень, блядь, интересной вот этой вот хуйней, типа, очень такой большой и мягкой. И я такой, ладно. Я напяливаю штаны, ухожу. Ну, меня забирают, собственно, на стоматологический этот стол, стул, вот это вот раскладное кресло. Я ложусь такой, типа, ну, давайте. И анестезиолог такая, я сейчас вам поставлю катетер, все будет в порядке, не переживайте. Я про себя думаю, а какой нахуй катетер? Типа, ты о чем? Ну, ладно, ну, я всегда, когда я кому-то доверяюсь, ну, каким-то специалистам, либо там, в целом, пользуюсь какими-то услугами, я никогда ни с кем не спорю, потому что специалисту всегда виднее, он всегда лучше меня знает, поэтому я всегда просто прихожу и делаю то, что скажут, куда бы я ни приходил. Я никогда не задаю вопросов, еще какой-то херни, я просто такой, вот он я, ебите как хотите. Вот по такому принципу, собственно, и живем. Ну, собственно, мне ставят катетер, вот у меня тут дырочка еще осталась чуть-чуть. Мне ставят препарат, она такая, значит, смотри, сейчас немножко в руке пожжет, но ты не переживай, это нормально. Хочешь считай, хочешь не считай, до трех, до пяти, до десятикай, в жопу разница. Типа, сейчас, когда я, ну, типа, пущу по вене тебе препарат, тебя сначала немножечко пожжет, а потом ты уснешь. И потом будешь мне рассказывать, какие пиздатые сны ты видел, потому что у меня все пациенты видят красочные сны, там, все мне потом рассказывают. Она назвала какой-то препарат, ультра нахуй усыпин, типа, какая-то вот, такая, хуй знает, не знаю, как-то так называется. И она такая, вот, это препарат очень хороший, современный, типа, никаких побочек, ничего, не переживай, типа, будешь просто сейчас классные мультики смотреть. Я такой, о, мультики я люблю, давай, включай. И я чувствую, что у меня по руке начинает что-то идти. И я даже посчитать не успел. Я просто такой, пуу, и открываю глаза. Меня наебали, ни мультиков, ничего, просто я вот, типа, ты закрыл глаза, открыл глаза, все. А оказалось, прошло, у меня, по идее, должна была быть операция, типа, пять часов запланирована. А, не, не пять, шесть, с трех до девяти я проснулся, я там что-то в десять с хуем, плюс-минус. Ну, просто потому, что нашли дополнительный канал, и там дополнительный канал у меня еще ковыряли. И я, собственно, просыпаюсь такой, ну, то есть, типа, не тело болит ничего, а мозг в ахуе, что он такой снова, о, мы можем шевелиться, мы можем все в порядке. И меня аккуратненько довели до такси, посадили в такси, помахали ручкой. Дальше я как будто бы, знаете, типа, когда ты едешь куда-то пьяный, и помнишь дальше так флешбеками, помню вот, как я еду по трешке, помню, как я подъезжаю к дому, вылезаю из такси, а дальше я проснулся. Я проснулся, выглядываю из кровати, просто где что происходит, и у меня вот от двери входной до кровати, у меня так вот ровными промежутками лежит одежда. Типа, сначала один кроссовок, потом куртка, потом второй кроссовок, потом футболка, потом штаны, и тут подгузник, и я сплю. Подгузник я тоже никуда не выкидывал, я как все стягивал, так, блядь, стягивал. Подгузник был сухой, я проверил. Я вывалился, пока я... Подложил таксиста свиньё, блядь. Вам пять звёзд и говно в салоне. Но, мы, я поеду, я прикалываюсь, просто интересно рассказываю историю, но на самом деле, типа, суперудачная штука для таких фриков, как я. Если бы я знал, что так можно, я бы, наверное, не боялся бы зубных, потому что, ну, реально очень удобно. Я, как бы, ну, да, заранее, как бы, шёл, типа, в хорошую, уверенную клинику, но я думаю, что, типа, в регионах не обязательно это будет стоить 100 тысяч рублей, именно анестезия. Может быть, она будет стоить дешевле. Но, короче, если вы такой же паникёр, как я, то крайне советую хотя бы про это дело поузнавать, потому что, реально, ты просто приходишь, ложишься в кресло, и ты с новыми зубами. Охуенно. А, ну и сегодня никаких отходников, я, ничего, проснулся в 6 утра, как огурчик, немножечко пошатываясь. Съездил, снялся в одной съёмке для другого канала, приехал, вот сейчас тут снимаюсь, работаю, короче, всё в порядке, голова светлая, всё, ничего, вообще, ничего не почувствовал. И это охуенно. Обожаю современную медицину. Вот бы ещё с элайнерами, блядь, два года не ебаться. Не, ну, вроде бы как за один раз можно виниры поставить, но рот я ебал виниры. Просыпили, через полгода просыпали. В текущей ситуации это не самый плохой вариант, я тебе могу сказать. Не самый. Мне очень нравится, как всегда воскрешаются мемы, когда в такие ситуации, когда знаешь, там, кто-нибудь, что в пандемию, что вот сейчас в феврале уезжает на випассану. Знаешь, что такое випассану? Випассану это когда, короче, люди уезжают на 10, 12, 20 дней, куда-то в зажопе, в леса, отключают телефоны, и там молчат. Типа, у тебя суть випассана, типа, молча, ну, полное молчание. Собирает целый лагерь людей и просто вот, ну, молчит. Слов говорить нельзя. Ну, ты 20 дней, типа, условно, живёшь просто вот, ну, типа, в тотальном вакууме. А потом ты оттуда возвращаешься в тотальный ахуй, потому что если ты уехал сейчас в феврале, блядь, или там, типа, в пандемию. За один месяц ты познаёшь все грани ахуя. Сначала того, как может быть тихо, блядь, а потом какой пиздец происходит вокруг, блядь. Короче, я пока сижу, привыкаю к новому рту, потому что, вот, когда ты, допустим, сделал одну пломбу, тебе она в любом случае ощущается. Не то, чтобы она мешается, но просто ты понимаешь, что зуб какой-то немножечко другой. А у меня сейчас весь рот другой внутри, и я такой, типа, ну, ладно, сейчас мы прижуёмся, и будет всё нормально. У меня, когда мне делают пломбу, то есть вот это надо покусывать и проверять, типа, зуб встал, не встал. У тебя нет, не было такого, что, хоп, и верхняя часть тупо не попала туда, куда обычно нормально. Не, у меня нормально, они закрывают, всё в порядке. Но я думаю, что они там, типа, мои челюсти такие... Да, что-то... Ассистент просто такой. Чё там, как? Ну, как бы, да, технологии не стоят на месте. Мне даже, когда сделали, типа, вот, пломбы, которые, ну, которые я помню, которые, вот, типа, под обычным наркозом, мне сразу сказали, можешь сразу что угодно пить, жрать, пить кофе, похер вообще, ничего не покраситься, не переживай. Короче, не допускайте моих ошибок, следите за здоровьем, ходите по всем врачам хотя бы, там, раз в год, и всё с вами будет хорошо. Заботьтесь о себе. И на этом давайте к новостям. Автоваз выставил на продажу опытно-промышленное производство. Надо, видимо, немного дать контекста, что у Автоваза есть основная сборочная линия, и есть ещё отдельный цех, где производилось всякое интересное на протяжении очень долгого времени. Например, типа, двенашка, вот, трёхдверная машина, она не пользовалась такой популярностью, там, как пятнашка, четырка или десятка, и вроде бы как её на основном конвейере было производить, да и невыгодно, и вроде как неудобно, поэтому у Автоваза вот там был такой цех, где можно было подобное собирать. Там же собиралась и пятидверная Нива по великолепнейшему абсолютно сборочному циклу. Грубо говоря, сначала на основном конвейере Автоваза собиралась нормальная трёхдверная Нива, православная, вот, которая автомобиль. Дальше готовый автомобиль, который вышел с конвейера, перевозили вот в соседний цех, вот в это вот промышленное предприятие, резали напополам, не шучу сейчас, вваривали металлический кусок, кусок пола, кусок крыши, стойки, вот это всё, ну, просто вваривали дополнительное место. И вот так вот у тебя получалась пятидверная Нива. Если внимательно посмотреть на пятидверную Ниву, то можно прямо это заметить, что это прямо внутрь, короче, врезанный кусок. Ну и помимо этого там ещё, типа, делали Приору купе, 21109, это десятка лимузин, такое вот тоже бывало, и Калину Спорт. Вот, короче, какую-то такую мелкосерийную, нецелевую фигню производили на Автовазе, потому что, во-первых, Автоваз очень часто, насколько это было возможно вообще в его финансовой ситуации, экспериментировал с моделями. Они постоянно пытались найти какие-то новые решения, новые кузова, новые модели, чтобы хоть как-то быть там, типа, в тренде и искать новые аудитории. Но ещё с середины десятых годов стало понятно, что эта штука гиблая, и оттуда нужно производство переносить и делать один нормальный единый конвейер. А после того, кто пришёл, Рено-Ниссан уже прям полностью уселся и полностью взял контроль над предприятием в свои руки, стало понятно, что эта сборочная площадка нахер никому не нужна. И вот, собственно, сейчас ее Автоваз выставил на продажу. Потому что любая компания от всех непрофильных или ненужных активов должна избавляться. Притом, надо сказать, что на балансе у Автоваза ещё стоит предприятие Lada Запад Тольятти. Это совместное производство с Шевроле, где раньше выпускали Шниву, потому что это был прям отдельный завод. Вот он там, прям отдельное предприятие. И, как известно, как бы, во-первых, и Шевроле свалил, и GM свалил, и вот Шниву уже переставили на сборочные линии, собственно, которые стоят внутри Автоваза. Поэтому завод, который изначально изготавливал Шниву, стоит законсервированный и нахуй никому не нужный. И пока что с ним Автоваз ничего не делает. Я думаю, как только они разберутся со своим опытным промышленным предприятием, после этого займутся уже Lada Запад Тольятти. Концерн Daimler приостановил сотрудничество с КАМАЗом. Надо понимать, что у Daimler, во-первых, есть доля в КАМАЗе, во-вторых, есть совместное производство, которое называется Daimler-КАМАЗ. Если вы очень наблюдательный водитель, который ездит по дорогам общего пользования и особенно по трассам, вы можете иногда заметить там тягачи Мерседес. Такий Актрас, вот новая актуальная модель К5, и вот эта вот вся история собирается в Татарстане, на КАМАЗе, если что, у нас в стране. И сейчас на фоне военного конфликта с Украиной, Мерседес такой так, стопэ, все, оп, закрываем, нахуй, валим, бежим, куда подальше. И сейчас производство приостановлено, Daimler такой, выходит периодически с пресс-конференциями, что мы подумываем над тем, чтобы полностью избавиться от актива. Пока что воспринимать эти слова как-то всерьез не стоит, потому что сейчас абсолютно все автопроизводители так или иначе тормозят свои производства, так или иначе тормозят свои продажи, просто чтобы понять, а что будет происходить дальше. В какую сторону вывернется ситуация? Вывернется ли ситуация, что все сейчас быстро договорятся, что-нибудь порешают и будут понятные какие-то санкции, внутри которых можно будет действовать? Или упадет полный железный занавес и будет вообще пиздец с Россией, ни в коем случае нельзя будет сотрудничать и все тебе будут говорить фу-фу-фу, ты что-то делаешь в России, фу-фу-фу, ты поддерживаешь кровавый режим. Вот пока еще нет точного разделения и пока нет точного понимания, что будет происходить, Daimler сейчас такой, так, тормозимся, ждем, смотрим. И во всех таких заголовках нужно пропускать мимо ушей историю с приостановлением производства, а единственное, почему нужно напрягаться, это когда какие-то компании начнут продавать активы. Когда они начнут продавать акции, начнут продавать доли, начнут продавать заводы, вот тогда это уже будет действительно означать, что предприятие или бренд решили все-таки встать и выйти. Потому что, как мы с вами помним, по коронавирусу, например, что в 2020 году у нас как-то приостановилось производство всего и до текущего момента нормально себе в целом существовало. Потому что базово, если вдруг не произойдет каких-нибудь очень страшных санкций или какого-нибудь самого пессимистического развития событий, то завод как остановился, так и запустится. Есть статистика, что в среднем в течение жизни человек 6 раз меняет профессию. Особенно легко это дается студентам. Вчера ты работал курьером, а завтра можешь устроиться официантом и так далее. Люди постарше же относятся к смене профессии иначе. Если ты отучился и отработал уже где-то 10 лет, то что-то менять уже как будто бы поздно и страшно. Но бояться не стоит. Тем более сейчас есть столько возможностей. И лучший вариант для развития карьеры сегодня — это сфера IT. Самая же востребованная профессия в IT — это Data Science. Эти спецы разрабатывают и обучают нейросети, которые сейчас применяются везде. В голосовых помощниках, беспилотных автомобилях и даже космических спутниках. При том, что средняя зарплата Data Scientist достигает 250-300 тысяч рублей. И специалистов не хватает. И с каждым годом спрос на них только растет. А освоить такую профессию может каждый. Возраст, уровень образования и опыт — не важны. И сделать это можно на курсе по Data Science от Skill Factory. Курс на 80% состоит из практики. Вместе с экспертами Яндекса, Инвидео и Зора вы изучите все, что действительно пригодится вам в работе. Удобное время и темп занятий вы выбираете сами. Поэтому обучение легко совмещать с работой и другими делами. Также на связи всегда с вами есть ментор. Он поддержит и замотивирует дойти до конца. А карьерный центр поможет составить резюме и найти работу. И курс, к тому же, прошли уже больше 6 тысяч человек. И положительные отзывы на независимых сайтах подтверждают его эффективность. Поэтому смело оставляйте заявку по ссылке в описании и меняйте свою жизнь к лучшему. А от меня вам бонус. Скидка 45% по промокоду АСАФИВ. Форд приостанавливает работу в России. BMW прекращает поставки и производство автомобилей. Volvo и Scania прекратили продажи в России. Mitsubishi на очереди. Honda и Mazda объявили об остановке экспорта в Россию. Компания Geely приостановила поставки автомобилей российским дилерам. Компания Cherry приостановила закупки машин для России. В России остановлено производство автомобилей Hyundai и Kia. Nissan заморозила запланированные на весну поставки в РФ. И как мы с вами можем заметить, из всей вот этой вот огромной череды автомобильных брендов выделяются Cherry и Geely. Потому что это же Китай. Это же как бы ребята, которые нас поддерживают. И вроде бы как санкции на нас не накладывают. И вроде бы как у них с нами все в порядке. Но поставки и заводы тоже что-то как-то переостанавливаются. Ну, Хавейл еще не вышел с тем, что он останавливает завод. Но я думаю, что в ближайшей перспективе Хавейл тоже остановит свой завод. Я думаю, что вполне возможно, когда вы смотрите этот новостной выпуск, эта новость уже появилась. И опять же в сотый раз повторяю, что сейчас существует огромная паника, что мы ебать, блять, останемся без автомобиля. Никого вообще у нас не будет. Даже Гранту будет не купить. Но все, что делает бизнес во всех кризисных ситуациях, это всегда просто тормозит. Напрягаться нужно будет в тот момент, когда у нас будут закрывать представительства. Вот именно все. Закрыл представительство и ушел. Съебался. Нету. Растворился в воздухе. Когда будет продаваться завод какой-нибудь. И, допустим, вот БМВ свое совместное предприятие с Автотором все-таки вымутил. Они очень-очень долго страдали. Буквально перед конфликтом они все-таки, типа, договорились с Россией и договорились с Автотором. И начали там и крупноузловую, и даже мелкоузловую сборку. И вот они, по-моему, договорились, что они кузова для пятерки БМВ будут варить у нас тут. В Автоторе. И вот только появилась вот эта новость и бахнул, блядь, военный конфликт. И они такие, стопэ нахуй, блядь. Ток, договорились. И все, опять пошло по пизде. И это нормально, абсолютно логичное действие большого бизнеса во всех стрессовых ситуациях. Это надо понимать. Поэтому, еще раз. Если вы видите заголовок формата «Приостановили производство». Думают о том, продать ли им что-то или не продать. Оценивают риски или не оценивают риски. Прогнозируют что? Думают о. Вот эти все любые конструкции, которые говорят о каком-то неком непонятном будущем, или о том, что ребята о чем-то там думают, или что-то такое, или просто когда ребята берут паузу, на это все не нужно обращать внимания. Эти все заголовки вместе означают только лишь то, что компания просто приостановила работу для того, чтобы не работать в минус. И для того, чтобы не понести какие-то убытки. И чтобы выждать время, чтобы понять, а могут ли они потом вообще в дальнейшем работать у нас в стране. Потому что, например, тот же самый BMW не просто так воевал типа с автотором много-много лет к ряду, чтобы себе вымутить более удобные и комфортные условия производства автомобилей, чтобы потом просто встать и выйти. Да и для всех других автопроизводителей, которые существуют у нас на рынке, мы большой автомобильный рынок все равно. И мы все равно важны для большого количества компаний. И они до последнего будут искать возможности, чтобы остаться у нас на рынке. А вот когда вы увидите заголовки, что какая-то компания закрыла представительство, не думает о закрытии представительства, не думает о закрытии завода, не думает о продаже завода. А когда вот именно закрыли, продали и ушли, вот тогда стоит переживать. Ну точнее, что уж там переживать, когда они уже уж съебались. И тут даже переживать не нужно. Land Rover разыгрывает в лотерею. Полет в космос. И ребята заколабились с Virgin Galactic и придумали очень заковыристую схему, что вот, во-первых, это только в Штатах, во-вторых, они такие типа, ну вот смотрите, надо разыграть лотерейные билеты. И вот если ты предзаказал Land Rover, то вот тебе определенное количество билетиков. И если ты уже купил себе Land Rover, и вот он уже пришел, и ты уже владелец, то тебе тогда вот чуть побольше количество билетиков. И потом среди всех этих вот участников лотереи мы разыграем полет в космос. С одной стороны, коллаборация очень логичная, потому что Virgin Galactic какое-то время назад объявил, что мы теперь все, мы официально открываем туристическое направление, и официально можно летать в космос. Турист там просто заплатил денег и полетел. Всего лишь 450 тысяч долларов нам заплати вон там касса там, и пожалуйста, лети себе как нехуй. Я думаю, что желающих будет просто типа в очередь стоять. И с учетом того, что аудитория Land Rover это довольно обеспеченные ребята, у которых вполне возможно где-нибудь-то да и завалялись лишние 450 тысяч долларов, могут совершенно спокойно в это дело поиграть. Но определенно точно прикольно, что то, о чем мы когда-то мечтали в детстве, сейчас уже потихонечку исполняется в реальность, что мы же про космический туризм слышим практически всю нашу осознанную жизнь, и он как бы еще не совсем космический, он там супербитальный, но все равно типа можно себя хоть и за очень много денег, но все-таки почувствовать космонавтом. И опять же даже просто появление этой услуги хоть у кого-то, у частной компании, говорит о том, что с течением времени эта услуга будет становиться более массовой, и возможно лет так в 60 мы все с вами за какие-нибудь вполне такие вменяемые 5-10 тысяч долларов слетаем в космос. Концерн Стелантис, новая стратегия, и первый электрический джип, и собственно там нихуя нового, ребята такие, мы и к 30-му году будем делать 100% электромобилей, в Штатах будем делать 50%, потому что там как бы ребята-то ну еще блинчик-то покупают, и как бы мы об этом так, ну, в скобочках напишем, сбоку так чуть-чуть, ну типа, но мы будем полностью электрически заботимся об экологии, мы до сих пор хуево пойми, как мы это окупим, мы до сих пор хуево пойми, где мы возьмем столько денег, чтобы это дело просто произвести. Да, понятно, что моделей будет немного, да, мы там сделаем вам пару кривых платформ каких-нибудь, будете ездить на одинаковых автомобилях, это да-да, но мы все равно даже при таком раскладе нихуя не знаем, как мы это дело окупим. Очень хочется посмотреть, как ребята планируют какие-то длинные стратегии в текущем мире, потому что, ну, как бы, если вы думаете, что, типа, только России пиздец и Украине пиздец из-за военного конфликта, то нет, пиздец примерно всем, потому что любой криз большой, это всегда передел рынков сбыта, это всегда передел логистических цепочек, это всегда передел цен на любые товары, и все равно никому весело от этого не будет. А с учетом того, сколько стоит электроэнергия в Европе, и что в Европе ни нефти, ни газа нету нихуя примерно, и с поставками металла в хуй просы чё, я думаю, что все люди, кто придумывал какую-то стратегию автомобильных компаний там до 30-го, до 35-го года, сейчас в судорожной панике ее просто переписывают. И одна Тойота такая, заебись. Netflix выпустил трейлер нового сезона Drive to Survive. Если вы не смотрели до сих пор Drive to Survive на Netflix, ну или на Рутрекере, если вы не поддерживаете авторов и скачиваете пиратский контент, пидорасы. Да, Рутрекер все, это старье за Netflix, вот пиратский. Да, в натуре, вот, бля. А вот ты и спалился. Ладно, я пошел. Ну в смысле, я понимаю, что ты дед, но как бы... В смысле дед, ну типа за контент надо платить. Я это тоже понимаю. Ну просто... Ты понимаешь, что ты это на Ютубе транслируешь сейчас? Да. Так аудитория нам будет... Вот как раз таки, если бы Ютуб нам не платил бы за контент, а зрители бы не платили Ютубу за это просмотром рекламы, мы бы тут нахуй все бы не сидели. Не-не-не. Вы об этом в курсе, если что? Я только что подводил к тому, что типа, пацаны, лайк, подписка и вся охуня. Да они и так умные, они все знают у меня, но... Ты не в ту сторону водишь. Ты сказал, типа, на рутрекере, если вы пираты, ну так просто это устаревший как бы... Ну рутрекер тоже живет и пахнет. Уже немножко смердятиной пахнет, конечно, но он... Ну, блядь, давай, хорошо, Drive to Swive на рутрекере прямо сейчас. Я забыл свой аккаунт. Так, так, вот ты и свалился, блядь. Да никто уже рутрекером не пользуется. Вот, поэтому ты и забыл. В смысле? Он сейчас, блядь, попалить и вспоминает пароли от него. Еще он здесь загоняет, блядь, за контент платить надо. Сидит от рутрекера. У меня нету пароля от рутрекера, блядь. Точнее, логика. О, вспомнил. Вот, да, все, есть на рутрекере. Но, блядь, смотрите на Netflix, платите за контент, пожалуйста, блядь. Нет, слушай, я, как бы, на рутрекере, честно, в свое время выкачивал топ-гир, просто потому, что его нереально было посмотреть где-нибудь официально. Я пользовался пиратским контентом только тогда, когда, типа, оригинальный найти невозможно. Но если можно было, типа, найти какой-то оригинальный контент, который можно заплатить деньгами, я всегда это делал. Просто в районе 2007-го, там, 10-го годов это было сделать, в принципе, невозможно на своем интернете. Даже если бы у тебя есть деньги, и ты хочешь купить контент, ты его не можешь купить. Ты его одну еще хуй скачаешь, потому что скорость 128 килограмм в секунду, ты сутки, сука, его качаешь. Ну, в том числе, да. Короче, благо, сейчас можно. Есть все инструменты для того, чтобы покупать контент, поэтому покупайте контент, вы таким образом выражаете благодарность авторам и тем людям, кто его сделал. Но это не важно. Если вы до сих пор не смотрели Drive to Survive, я вам категорически, вот прям настоятельно рекомендую его посмотреть. Особенно сейчас, вот в текущее время, когда вот везде полный ахуй, дестрой и так далее. Отвлечься от новостной ленты и отвлечься от того, чтобы сидеть и смотреть там в инстаграме какую-то очень странную, не всегда проверенную информацию и переживать по поводу, я бы вам не рекомендовал. Посмотрите лучше Drive to Survive, потому что это великолепнейший сериал про автомобильные гонки. Мне, как я уже говорил в каком-то новостном выпуске, Гусь, который Леха Гусев, который Absurd Drive, где-то год, наверное, а то и больше, говорил, что типа посмотри, посмотри, посмотри. И что думал я? Я думал, что ну, блядь, Формула-1, там какие-то непонятные гонки, там вот это вот. Вот они там едут по кругу, нихуя, блядь, интересного. Вообще ничего. И, слава богу, я очень сильно ошибался, потому что ты просто, ты включаешь первую серию, у тебя падает челюсть, и потом ты от экрана слепаешь, а ты посмотрел все три сезона. Вот так вот проходит Drive to Survive. Сериал великолепнейший. То, каким образом он снят, честно, я вот как человек, который занимается видеопроизводством, я в душе не ебу, как они это снимают, честно. Потому что там все снимается по натуре, то есть там типа, ну, настоящие гонки, и там нет актеров, там все вот настоящие люди. Гонщики, там, руководители команд, семьи, прочее-прочее. И вам его нужно посмотреть, потому что, во-первых, сейчас выйдет вот, собственно, новый сезон, четвертый, который был вот по текущему сезону Формулы 1 по 2021 году. А там нужно понимать, что там каждый сезон это год. Он начинается с 2018 года, первый сезон, и он полностью рассказывает про весь 2018 год, что там происходило. Потом второй сезон про 2019 год, третий сезон про 2020, ковидный. Четвертый вот сейчас про текущий 2021, который закончился супер неожиданно, который был весь напряженный, который закончился тем, что Макс Ферстаппин стал чемпионом. И даже то, что вы это знаете, эту информацию, оно вам никоим образом не помешает при просмотре, я уверен. Потому что там показывают очень много внутряков и очень много того, что вы как зритель, просто наблюдая за Формулой 1, не получите никогда. И самое важное, что после этого вы определенно точно прилипнете и просто не отстанете от нового текущего сезона Формулы 1. Потому что спустя 9 дней после премьеры сериала, а там сразу дропают весь сезон, то есть не будет такого, что ты серию посмотрел и ждешь неделю, то сразу посмотришь весь сезон пачкой, потому что Netflix так показывает сериалы. И вот спустя 9 дней начинается сезон 2022, который абсолютно непредсказуем и абсолютно непонятен, потому что там будут абсолютно новые машины. В чем контекст? В Формуле 1, условно говоря, существуют, ну типа эпохи, некого регламента, когда разрабатывается регламент либо под мотор, либо под сам автомобиль, и потом этот регламент существует на протяжении долгого количества времени. Он там немножечко меняется в мелочах, в зависимости от того, там какая команда найдет какое техническое решение, которое даст им сильно большое преимущество, и там в регламенте следующего года это учитывают и зажимают немножечко рамки. Но в целом базово, когда типа появляется новая машина, она появляется на несколько лет вперед. И вот прошлый год был последним годом типа гибридной эры, и сейчас правда тоже будет она гибридная, но это не сильно важно. Важно то, что текущие машины будут полностью новые, с нуля разработанные, всеми командами. Уже прошли зимние тесты, они вот проходили в 20-х числах февраля, которые уже показали, что есть много интересных приколов с новыми машинами. Ладно, немножко по-другому объясню контекст. Самая большая проблема формулы последних лет заключалась в том, что машины с каждым разом становятся все больше, 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 в том числе типа и в длину, и в ширину, и по объему, по весу, по всему. Из-за того, что на машине формула-1, типа дофига всяких аэродинамических элементов, она за собой создает грязный воздух. Типа она сама собой проталкивает воздух, сзади у тебя воздух разряженный, и если ты едешь на машине сзади, и приближаешься к машине довольно близко, ты к ней приблизиться можешь довольно легко, потому что у тебя sleepstream, но потом типа у тебя воздух становится сильно разряженным, и из-за этого у машины сзади пропадает прижимная сила, и очень сложно обогнать, потому что ты как бы, ну, у тебя нет прижимной силы, тебе не зацепиться. И новый регламент направлен полностью на то, чтобы от этого грязного воздуха избавиться, чтобы сделать его как можно меньше, чтобы машины могли друг друга легко обгонять. В какой-то момент FIA, Международная Автомобильная Федерация, придумывает регламент, придумывает машину такая, что вот она будет выглядеть вот так, показывают шоу-кар такой, что вот они все будут примерно вот такие под новый регламент. А дальше все гоночные команды под этот регламент пытаются создать машину. И естественно, они у всех разные. Если внимательно посмотреть на те машины, которые показали вот собственно на зимних тестах, ни одной похожей нет, они все абсолютно разные. Ну то есть типа на взгляд обывателя, типа они кажутся все машина и машина, но если присмотреться в детали, у кого как сделан нос, у кого как сделаны аэродинамические элементы, у кого как сделаны воздухозаборники, у кого как сделаны жабры, у кого как сделано антикрыло и прочее, прочее, ты сразу понимаешь, что перед тобой 10 разных машин. Все разные. И никто не знает, как оно поедет. А при этом у Формулы 1 перед началом сезона, перед началом собственно гонок, всего лишь два официальных тестовых уикенда. То есть они могут там у себя иногда там где-нибудь чуть-чуть машину прокатить по трассе. Ну там какой-нибудь тестовый заезд или обкаточный заезд. Но вот основные тесты, когда инженеры реально обкатывают машины и понимают, что они вообще сделали, таких всего два. Один вот прошел сейчас в Барселоне, а второй будет в Бахарене, собственно, перед самой гонкой. И там будет точно мясо. Потому что, ну, во-первых, неизвестно, кто лидер. Во-вторых, абсолютно всем автопроизводителям стало очевидно на зимних тестах, что нужно переделывать машины. Потому что на машинах в текущем регламенте появился так называемый, типа, эффект дельфинирования. Грубо говоря, попытаюсь объяснить на пальцах. Если раньше аэродинамика прижимала машину как бы за счет элементов и воздух обходил ее со стороны, и из-за этого появлялось вот это вот разряженное большое поле, то сейчас основная задача аэродинамики направлять воздух под днище автомобиля. И на высокой скорости, напрямых, оказалось, что когда ты слишком быстро и слишком много воздуха загоняешь под днище, то сначала тебя машину присасывает. Ну, потому что там аэродинамика выстроена таким образом, что там появляется разряженная зона, и типа, и машину начинает присасывать. Но в какой-то момент, когда ты превышаешь какую-то скорость, воздуха становится слишком много, или он там каким-то образом коллапсирует, или что-то происходит, но машина в этот момент, типа, происходит такой небольшой взрыв, машина подпрыгивает. Потом снова ее аэродинамика начинает прижимать к земле, и потом снова она подпрыгивает. И вот так вот, на скорости 300, ты вот так вот едешь. Если посмотреть на все машины Формулы-1 напрямых, то они вот сейчас, все новые, едут вот так. Это прозвали, типа, эффектом дельфина, что они просто, вот они вот по прямой едут вот так, реально. Ну, хер пойми, что там идет, там сами инженеры не знают. То есть они понимают, что нужно это переделать, что нужно сделать, не ясно. Но на зимних тестах стало очевидно, что все машины надо, блядь, что-то решать надо. Потому что вот на этом ехать, ну, блядь, нельзя. Или кто-то будет забивать болт и ехать, собственно, весь этап. Просто музычку включил погромче и погнал. И поэтому я вам крайне рекомендую посмотреть Drive to Survive, потому что от вот текущего гоночного сезона 22-го года вы точно просто отлипнуть не сможете. Если вы просто доверяете моему мнению, а если вы смотрите этот канал, то вы, скорее всего, ему доверяете, крайне рекомендую залезть на Netflix и посмотрите Drive to Survive. Потом скажете спасибо. И будем потом вместе орать и обсуждать новый сезон Формулы-1. Техобслуживание подорожает в два раза. Что будет? С рынком автозапчастей. А с рынком автозапчастей будет хуй пойми что. Официальное вам заявление. Как и со всеми остальными рынками. Потому что даже сейчас мы уже у себя в сервисе, в зимверке сталкиваемся с тем, что вот в данный момент, в течение дня, от всех поставщиков просто вот так вот меняются цены, ровно как они сейчас меняются абсолютно везде и на технику, на автомобили, на все. Пока никому не понятно, какие будут конкретно санкции, что можно будет поставлять, что нельзя. Естественно, все в аху, естественно, все ценами кидаются просто наугад. Естественно, ежу понятно, что к ценам 2021 года ни на автомобили, ни на запчасти мы уже не вернемся. Это очевидно. Но насколько конкретно, еще пока не понятно. И опять же, все вот эти статьи про автозапчасти, это тоже того же поля ягоды, где, типа, ребята просто придаются фантазии по поводу, что а вот, а вот, а вдруг, а че, а как, а непонятно. И все, что опять же нужно сделать, это просто посидеть и дождаться какого-то фундаментального решения. Нужно дождаться каких-то фундаментально хороших новостей, что ребята там договорились о том, о чем они там договорятся. Когда устаканятся санкции, когда устаканится рынок, когда устаканится валюта, это все точно устаканится. Долго так продолжаться не может, все темные времена заканчиваются, не переживайте. Это все точно пройдет. Просто нужно немного в моменте потерпеть, а дальше все будет нормально. Все устаканится и снова появится какая-нибудь стабильная реальность. А если вам нужно обслужить ваш Volkswagen, все, что из два группы Audi, Volkswagen, Skoda, Seat и так далее по списку, то не забывайте, что есть проверенный надежный сервис Zimverg и также мы вам там всегда можем оперативно сказать текущую обстановку по стоимости запчастей, по стоимости того, что там изменилось, стоит ли подождать, может быть что-то подешевеет и так далее. Поэтому не стесняйтесь с нами пользоваться, обращайтесь, мы вас ждем. Ну а на этом, в этом выпуске все. Пойду дальше работать, потому что ахули еще делать. А вам пожелаю хорошего дня. И не забывайте подписываться на нашу тележеньку, потому что наша тележенька это единственный спокойный уголочек в наши неспокойные времена. И также Инстаграм тоже там все спокойно, чинно и благородно. И вас там любят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok